Встреча с Народным календарь Ранняя весна – это, конечно же, хорошо, но вместе с ранней весной приходят и ранние работы. Так что сегодня в деревеньке будем наводить порядок на земле, узнаем, как вырастить урожай по-научному, ну и, конечно же, нас ждут интересные знакомства и встречи со старыми друзьями нашей программы. Каждый погожий весенний денек в деревеньке Покуте и Дребенского района – навес золота. А как по-другому? Снег сошел, пора на уборку. Уборка начинается с утра и до вечера. Убрать грязь, что за зиму нарастили. Все убираемся, выметаем, вычищаем, все стараемся, как красиво у нас было. Весна хорошего хозяина видать по чистому подворью. Пока в саду-огороде особой работы нет, нужно листву прошлогоднюю убрать, забор подкрасить. В общем, без дела сельчане не сидят. Во-первых, весенние праздники, радовница. Надо, чтобы вокруг двора чисто было. Да и самим приятно, естественно. Вот сейчас муж на работе придет, будет помогать. В этом году и весна ранняя, и ее главные христианские праздники – Пасха и Радовница. Поэтому уже сейчас люди убирают кладбище. Чем собираетесь сейчас заниматься? Заниматься. Иду на кладбище убирать. Могилки своих родственников. Ну и там соседи, которые нема, родителей, так убираю. Порядок на сельских кладбищах – задача местных сельсоветов. После зимы работы много. Нужно убрать мусор, вырубить кустарник, избавиться от аварийных деревьев. На территории сельско-совета 36 гражданских кладбищ. Это объем значительный. Практически на всех кладбищах приступили к наведению порядка. Вот мы находимся в гражданских кладбищах, деревне Покуте. Практически оно уже все вычищено. Все то, что надо, порядок наведен. Вот. Вывесили мы соответствующую здесь информацию наглядную. Куда, что девать, где мусор складировать по видам. Вот то, чтобы можно потом было вывести. Наведение порядка на селе – это не только уборка территории. В деревеньках продолжают избавляться от ветхих домов. По прошлому году мы снесли 41 пустующий ветхий дом и захоронили 46 фундаментов. В этом году уже 13 домов снесено. В частности, в этой деревне Покуте снесено 2 дома. Котлованы уже вырыты, поэтому фундаменты будут захоронены буквально сегодня-завтра. Ну и, конечно же, работаем с местным населением по благоустройству нашей территории. Удаляется древесно-кустарниковая растительность, вовлекаются пустующие земли в сельхозоборот. Ну, работаем, стараемся, конечно. Работа спорится, когда ее делают всем миром. А у нас в деревеньке по-другому не бывает. По статистике, каждый третий овощ Могилевской области выращен на приусадебном участке. То есть мы употребляем в пищу то, что сами выращиваем. Если овощи продаются на рынке, их проверяют на радиационное загрязнение, возможно, на нитраты. Ну, а если сельчане и дачники выращивают овощи исключительно для себя, то о таком анализе никто даже и не думает. В то время как землям сельхозназначения и мегаполисам исследователи уделяют большое внимание, об экологической безопасности маленьких городов судят только по косвенным приметам. Наличие крупных промышленных предприятий, озеленение населенного пункта, количестве транспорта. Проблему заметили в Белорусской сельхозакадемии. В своем научном исследовании доктор сельскохозяйственных наук Тамара Мыслыва изучает земельные наделы жителей горок. Насколько безопасна продукция, которая на них выращивается. Жителя не интересует, сколько какого элемента в почве, или есть там превышение, его интересует, а для меня это будет плохо или будет хорошо. В первую очередь мы узнаем реальную ситуацию, будем владеть сведениями. Если есть какая-то проблема, мы будем знать, как ее решить. С другой стороны, если население, оно у нас активное, если оно знает, что вот здесь есть угроза, здесь есть опасность, люди сами будут предпринимать меры, не надо выделять на них большие какие-то средства, но нужно их направить и дать им информацию о том, как это сделать. Вместе со студентами Тамара Николаевна исследует качество почвы, воды, растений и их влияние на человека. Всю информацию нанесут на специальную карту с рекомендациями. После того, как проект опробируют в горках, он может стать полезным и для других малых городов. Об урожае дачников и сельчан заботятся и на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии и экологии. Проблема есть. Зачастую импортные семена из Польши, Голландии и Германии не дают обещанный на картинке урожай, потому что здешний климат этому не способствует. Наши сорта, которые мы выводим в нашей сельскохозяйственной академии, они практически адаптированы к условиям природно-климатическим и способны полностью реализовать свой биологический потенциал. За многие годы работы ученые-селекционеры вывели более 20 сортов томатов и сладкого перца. Чтобы научная разработка стала полезной людям, в академии купили фасовочные машины, распределили семена по пакетикам и передали в торговую сеть. А это разработка для промышленных масштабов. Тут проводят опыты со светом. Проще говоря, изучают, какой его цвет лучше способствует развитию растений. Здесь несколько вариантов. В частности, у нас идет смешанный свет, синий и красный. Как он влияет, опять же, снимаются результаты и показания. Опыты со светом дадут возможность подобрать тот спектр света, который позволит наиболее быстрее формировать регенеранты, регенерацию растений и, естественно, экономить. Белорусская сельхозакадемия – сердце аграрной науки страны. Научно-исследовательская лаборатория, откуда берут начало самые значимые аграрные разработки мира. Именно здесь создали первые в мире учебно-опытное поле. Сконструировали первые в мире зерноуборочный комбайн. Заложили первый в России гончарный дренаж. Сегодня десятки ученых продолжают трудиться над своими научными проектами, чтобы сделать аграрную отрасль более прибыльной и экономичной. Благодаря ученым академии в этом году в промышленных масштабах на зеленый корм начнут выращивать сельфию пронзинолистную. По химическому составу различные виды кормов из этого растения имеют высокую кормовую ценность. Белок сельфии является полноценным и хорошо переваривается животными. Благодаря большому количеству витаминов зеленая масса сельфии пронзинолистной является ценным сырьем для кормозаготовки. Нам это как пройти экзамен, потому что получать урожай на каких-то мелкоделяночных участках это одна, как говорится, заслуга и достижение. А когда признают твою разработку на производстве, когда они ее оценят и скажут, что да, вот это эффективно, что это выгодно, вот это будет другая оценка. Конструктор рациона кормления – уникальный инструмент для животноводческой отрасли. Даже с небольшим ассортиментом кормов компьютерная программа составит наиболее полноценный и экономичный вариант рациона для крупного рогатого скота. В качестве эксперимента научную разработку внедрили в некоторые хозяйства области. Мы сможем более эффективно составлять рационы кормления, более правильно планировать заготовку кормов, и это даст большой экономический эффект. Большинство хозяйств именно в таком среднем положении находятся, то здесь можно говорить о эффекте до 30-40 и выше процентов. Для развития аграрной науки в Сельхозакадемии есть все условия. Аккредитованные лаборатории, школа-ферма, ботанический сад – экспериментальные поля. Здесь создают новые сорта овощей, зерновых, бобовых, ветеринарные препараты. В год науки в Академии планируют расширить поле научной деятельности, полезной и важной для всей страны. Как правило, с середины марта в деревьях начинается сокодвижение. Можно собирать березовый сок. В старину существовало множество вариантов этого напитка, и самым популярным был медово-березовый взвар. Чтобы его приготовить, брали по 150 граммов меда и сахара, литр березового сока и варили их вместе 20 минут, после чего добавляли пряности. Затем напиток процеживали и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Березы всегда были любимы нашими предками. Им поклонялись, их почитали и наделяли магической силой. Существовала даже легенда о возникновении берез. Однажды солнце увидело русалок, задержавшихся на берегу после рассвета, и влюбилось. Стало горячими поцелуями обжигать нежную кожу и не пускать красавиц в речную прохладу. Мать река, решив спасти своих дочерей, превратила их в белоствольных березок. Но на их телах навсегда остались черные ожоги от поцелуев солнца. Про Нину Сильченко из деревеньки Шестаки Дребенского района односельчане говорят. Она стержень нашего маленького общества. Нина Павловна староста деревни. В Шестаках она родилась, но долгое время жила и работала в Могилёве. 12 лет назад вернулась на малую родину. Деятельная и энергичная Нина Сильченко взялась за изучение и сохранение истории своей деревни. Объединила вокруг себя односельчан. Их Шестаки преобразились. По инициативе старосты здесь появилась аллея памяти и мемориальные доски односельчанам героям. Она подняла народ, собрала выходцев из деревни. Кто мог, помог физически. Но в основном помогали деньгами, кто не мог. Собирала деньги, заказывала плиты, камни. Ну, мы помогли только физически установить. Здесь аллею сами садили жители вместе со школьниками с Коротшинской школы. Староста первой помощники местной власти и односельчан. В деревне особый уклад жизни. У каждого свои заботы и проблемы. Маленькие и большие. У Нины Сильченко времени хватает на всех. Она с последних сил может заниматься всем. Если общественная работа, у нее может быть 24 часа в сутки. Не было ни одного случая, чтобы она кому-то отказала. Хотя у себя полно работы. Это вообще такие люди. За такими людьми будущее. И наше будущее в этой деревне. На будущее у Нины Павловны большие планы. В первую очередь мемориальная доска. Кому? Нашим погибшим. У нас с войны не вернулось 82 человека. И всех мы переписали. Списки уже составили. Еще она планирует вышить карту деревни. Я вот только пометила, какие были дома. Вот речка наша. Это вот была колхозная баня. Школа у нас была. Кузня. Ферма. Организовать в шестаках самодеятельность и открыть музей. Мы планируем восстановить в основном деревню. В фотографиях. Карту сделать. Восстановить в фотографиях. И собрать старинные всякие предметы, обихода. И это только маленькая часть большой работы. Когда у старсты появляется свободная минутка, она берется за любимую с детства вышивку. Чем занимаетесь сейчас? Да вот решила выхаживать такую картинку наездницы. Видите, какая она красивая. Я уже такое вышла, соседке подарила. Теперь может еще кому подарить. А где время находите? Ну как, трошки не доспей, и все успеешь. Чтобы достигнуть цели, к ней нужно идти. Уверенно и спокойно. Как делает эта староста деревеньки шестаки Нина Сельченко. Всю свою жизнь ветеран труда Виктор Федорович Юрьев отдал сельскому хозяйству. Закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. По распределению поехал в Глузский район. В 25 уже стал председателем колхоза. В Горках Виктор Федорович возглавил Управление сельского хозяйства. Про тогдашнее аграрное достижение района знала вся страна. Теперь о трудовых подвигах Виктора Юрьева расскажут награды на груди, десятки грамот и глаза, полные знаний и жизненного опыта. Вы знаете, я проработал, по сути дела, и не заметил даже, как прошло время. Так было у меня много своих замыслов, мыслей, работы, что я жил и работал. Сельским хозяйством Виктор Федорович занимается и по сей день, вместе с супругой. На участке все чистенько и аккуратненько, потому что порядок с осени навели. Сегодня вот содержим 16 голов курок. Несутся они у нас круглый год. В Тяплицке уже растет у меня лук, радиска, ранняя капуста. Ну вот у меня работает перничок. Так что вот тут все растет, уже оно начинает проявлять свою жизнь весеннюю. Вот здесь посеяны у нас родочек ранней голландской сорта радиски. Она, как видите, уже хорошо, хорошо, дружно уже усходит. А еще Виктор Федорович – спортсмен. В прошлом, между прочим, чемпион горок по тяжелой атлетике. В свои за 80 может запросто отжаться 50 раз. О, смотрите, как вот. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отжим дает хорошую поддержку сердцу. Сердце тренируется. За счет отжимания идет хорошее дыхание. Отрабатываешь дыхание. И получается нормальное давление. Здравствуйте, Леонид Антонович. Здравствуйте, Леонид Антонович. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А это наш старый добрый друг Леонид Антонович Самусенко. Ветеран войны, корреспондент дивизионной газеты, ветеран фонда мира, писатель-фантаст. Леониду Антоновичу 91. Он много чего может рассказать нынешнему поколению. Война застала его 17-летним. Жутко, когда сидишь ты в засаде, и видишь, что на тебе идут оравы, идут цепи. Вот тут какой-то не то, что страх, а как-то вот, как уже начался бой, тут уже никакого страха нет. Некогда бояться. Тут надо, или ты, Леон, тебя тут бояться. Это вот наша штурмовая группа. Вот написано, кто мы тут. В творчестве Леонида Самусенко сплелись прошлое и будущее, пережитое во время войны в поэзии и прозе, а мечты о мирной планете Зарина в одноименной повести. Чтобы стать писателем-фантастом, Леониду Антоновичу пришлось изучить множество литературы, чтобы воплотить свои мечты о добром мире без войн и агрессии. Надо же так написать, чтобы интересно читать было, чтобы каждое предложение первичное давало пояснение вторичному, чтобы было интересно и чтобы было понятно каждому. Леонид Антонович любит встречаться с молодежью, разговаривать, делиться опытом. Главный совет от ветерана – быть всегда бодрым духом и никогда не унывать. Я от них узнаю суть их мнения, их настроения, как они думают, как они относятся к обстановке. А так, конечно, я им рассказываю, как нужно, какие трудности, как нужно с ними бороться, как нужно переживать, как нужно преодолеть те негативы, невзгоды, которые на человека нависает. При любой обстановке всегда улыбаюсь, знаешь, что плохое оно пришло и ушло. А всё-таки, да, лучше хорошее, большее. Ветераны войны, ветераны труда в Могилёвской областной ветеранской организации – 257 тысяч активистов. Это люди разных профессий, занятий с большим жизненным опытом. Людям надо общение, людям надо контакт. И этот контакт наши ветераны находят через свои ветеранские организации. В этом году областная ветеранская организация отметила 30-летний юбилей. Её дело – сделать жизнь тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе, насыщенной и разнообразной. Аграрии начали сеять ранние яровые. Работа кипит на полях всех районов. Параллельно вывозят органику, подкармливают озимое и пастбище, подсевают многолетние травы. Надо спешить, ведь к 15 апреля ранние яровые зерновые и зернобобовые нужно полностью посеять. После чего хозяйство примутся сеять кукурузу, овощи и сажать картофель. Редактор субтитров А.Семкин